Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой замечательный универсал. Новейшая разработка 2020 года компании КликПДУ. Очень такие хорошие пульты, качественные. И очень хороший разработчик пультов. У них всегда четко по кодам все совпадает. Очень рекомендую данный бренд. Отличный товар. Значит, пульт КликПДУ RML1602. Данный пульт поставляется в такой вот блистерной коробочке. Имеет в комплекте двустороннюю цветную инструкцию с изображением пультов, которые он меняет и кодами этих пультов. И настраивается двумя способами. Первый способ настройки данного пульта это ввод кода. Если у вас сохранился родной пульт от вашего телевизора, вы просто вот в этой вот в этом кодовом листе, в этой табличке находите по изображению ваш родной пульт и запоминаете код, который изображен над этим пультом. К примеру, Акай ЦИХ 507 код соответствующий этому пульту 042. Запомнили код 042. Вставляем батареечки. Зажимаем красную кнопку Power и кнопочку Input одновременно. Держим пару секунд. Индикация в кнопке Power загорелась постоянным красным светом. И вводим код соответствующий нашему пульту 042. Индикация погасла, код введен. Проверяем пульт на нашем телевизоре. Включаем телевизор и проверяем функционал. Все ли в порядке, все ли кнопочки работают. Если кнопочки какие-то не работают нужные, возможно вы ошиблись пультом, так как их много есть похожих. И вы можете ввести код от похожего пульта также поверх этого кода. Зажимаем и вводим код, например, 041. Индикация погасла, проверяем кнопочки. Это был первый способ настройки данного пульта ввод кода из бренд-листа. Второй способ настройки данного пульта, если пульт у вас утерян, вы его никогда не видели, его нет в этом списке и так далее, вы можете воспользоваться автопоиском. Автопоиск выполняется очень просто. Вы зажимаете кнопочку «Молчание», убрать звук, направляете пульт на телевизор излучателем. Телевизор включен, естественно, у вас должен быть, да? И следите за уровнем громкости. Как только у вас появится шкала увеличения громкости, вам необходимо максимально быстро отпустить эту кнопочку. Зажимаем кнопку. Примерно 5 секунд, и пульт переходит в режим перебирания кодов. Он по очереди подает сигнал на увеличение громкости из своей базы. Сначала этого пульта, потом этого пульта, потом этого пульта, этого пульта. Ваша задача – не пропустить момент. Как только шкала громкости появляется, отпускаем. Проверяем функционал. Если чего-то не хватает, можно дальше продолжить этот поиск. Вот такие два способа настройки данного пульта. Если инструкцию эту вы утеряли, вам необходимо пульт перенастроить и так далее, вы можете обратиться к нашему сайту. Я в этом видео оставляю ссылочку в описании на эту карточку товара. Там вы можете заказать данный пульт, приобрести его у нас. Там вы можете скачать по ссылке вот эту инструкцию и воспользоваться ей на своё усмотрение. На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.